Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашего пути в Лиге Чемпионов за Локомотив. Итак, у нас сегодня такая же абсолютно встреча, как и в предыдущем ролике, потому что матч против Ювентуса в третьем и четвертом туре должны сыграны между одной и той же командой. Такой вот регламент в Лиге Чемпионов. Для нас эта команда действительно очень тяжелая, мы еле-еле обыграли их дома, но теперь эта борьба идет действительно за первую строчку, дома мы их смогли обыграть со счетом 3-2, и то мы забиваем, они отыгрываются, мы забиваем, они отыгрываются, но потихоньку у нас это получалось все равно преломить. Мы еще ни разу не проиграли в группе на тот момент, когда Ювентус, Атлетика и Байер уже проиграли. Ювентус проиграл нам, Атлетика, я так понимаю, проиграли нам и Ювентусу, ну и Байер проиграл Атлетику и Ювентусу. Мы пока что еще не смогли обыграть Байер, потому что матч закончится счетом 3-3, как вы помните. Что по бомбардирам? Сейчас уже половина турнира прошла, три матча мы отыграли, наших нет, вот и есть Жуа Марио, два гола в трех матчах, он замыкает, 25-я строчка, в голевых здесь Федор Смолов на четвертой строчке, два голевых пасса за три матча, ну и в сухарях здесь нас точно нету, по желтому тут есть, кстати вот мы, Фарфан одна желтая за три матча, ну и также в удалениях там вот есть Магнусон из ЦСКА. Ну что же, будем мы таким же абсолютным составом играть, как и в прошлом матче, ну и пытаться играть от обороны, пытаясь на каких-нибудь там атаках пройти оборону Ювентуса. Итак, матч начинается, поехали. Итак, Альянс Арена, стадион Ювентуса, не лицензионный конечно, теперь Ювентус долго времени будет фифе лицензионным, но Пименто Кальчу приветствует Локомотив, со счетом 3-2 закончился прошлый матч в Лиге Чемпионов в Черкизово, обыграл Локомотив лучший, наверное, клуб в итальянском чемпионате на данный момент, который борется в каждом сезоне за победу в заветной Лиге Чемпионов. Теперь уже и Крещано Роналдо есть, но будем смотреть за всем этим. Но гимн Лиги Чемпионов мы, естественно, пропускаем и начинается матч, Марио Манжукич в центре поля разводит мяч, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой, как вот так вот, сразу на второй минуте Крещано Роналдо разыгрывает, просто что-то невероятное произошло. Ну и вот она сила, наверное, домашнего стадиона, и Крещано Роналдо нам забивает. Обидно, конечно. Но даже если мы проигрываем Ювентусу, шансы есть у нас выход из группы, мы сейчас просто играем за первую строчку, нам будет легче, если мы займем первую строчку, попадемся на команду со второй, то логично будет. Но вот если мы сможем обыграть Атлетика, тогда уже точно выход в плей-офф за нами, со второй строчки уж точно. И подача на Роналдо, Игнатьев здесь выбивает пихоньку мяч, Манжукич пробивает, Гильерми спасает. Опасный был момент, а, еще и офсайт был у Манжукича, но Гильерми все равно с этим ударом справился. На фланге Манжукич пробивает, а Гильерми тащит. Хороший сейв. Пошла хорошая передача на Паула Дебалу, Гильерми отлично вышел, сейв. Уходим мы на перерыв, проигрываем минимально с счетом 1-0, Крещано на первых минутах мог открыть счет. Ну и давайте по статистике мы сейчас это все посмотрим. Два удара, один створ у нас, 9-4 по владению за Ювентусом. Все, отборы почти на равных, нарушения тоже 1-1, но желтые карточки у нас, офсайт и угловой. Больше у Ювентусу точность ударов у нас побольше. Ну и точно способ из 3, 92% пасуется Ювентусу с такой точностью. И Дебалла делает счет 2-0. Локомотив прямо вот допускает такие вот ошибки, хотя это все было шикарно здесь разыграно. Пяточка от Крещано Роналдо и счет уже 2-0. Пропускает Локомотив в начале таймов вот эти вот голы. И Марио Манджуки делает счет 3-0. Полное недопустительство в защите от Локомотива. И вот такие вот провалы. Пытается Локомотив до сих пор бороться и правильно делает, но все равно всякие вот эти вот ошибки в обороне дают о себе знать. Когда счет на табло 3-0. И вот Джоуа Марио отличный перехват, мне кажется. И будет угловой. И Гуаин. Что вот сейчас вообще было в обороне? Ни Гилерми, никто из защитников не смог помешать. Ну и Гуаин забивает и делает счет 4-0. И вот он, шанс. Алексей Миранчук делает счет 4-1. Гол престижа был забит. Вроде все аккуратно было разыграно. Ну и вместо самого выпустим два тедра напоследок. Ну и забивает все-таки Алексей Миранчук. Не зря мы его выпустили. И забивает он свой второй. Вроде гол, да. Но 4-1. Хотя бы не в сухую проигрывает Локомотив. С мячом Алексей Миранчук. И вот оно, отличное забегание. Эдера! 4-2. 4-2. Мало что это вообще уже может помочь. Но разгром уже не кажется таким великим. Но Локомотив продолжает показывать свой характер. И вот за 10 минут смогли забить два мяча. Остается 5 минут. Но вряд ли уже что-то удастся сделать. Свисток арбитра мы проигрываем. Не крупно, конечно. Но уверенная победа Ювентуса с счетом 4-2. Показал все-таки в концовке матча свой характер Локомотив. Ну вот по статистике. Точность пасов снизилась у Ювентуса по сравнению с первым таймом. Но у нас точность ударов все равно больше, чем у них. Также Атлетик еще не сыграл свою игру с Байером. Это будет интересно нам сейчас посмотреть. Ну и страшно, на какой мы сейчас строчке будем. Наверное, все-таки на третий. Сейчас мы узнаем. Нет, мы все так же держимся, друзья, на второй строчке. В ничью, я так понимаю, сыграл Атлетико и Байер. Да, 1-1. И нам это вообще на руку, друзья. Как же отлично складывается все. Нам теперь уже без разницы матча за первую строчку. Потому что Ювентус, скорее всего, выиграет свои оставшиеся два матча против Атлетико. Может сыграть в ничью. И тогда мы сможем набрать. Мы только сравняемся с Ювентусом, если они сыграют в ничью. И мы должны обыгрывать еще и Байер. Ну и последний тур, это очень тяжелый против Атлетико. Здесь именно пойдет борьба за Лигу Чемпионов уже дальше. Так что в следующем выпуске, скорее всего, уже многое будет решаться. Хотя мне бы не хотелось этого. Мне бы хотелось, чтобы все до последнего тура. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok